Угроза для латышского языка. Центр избирком отказался собирать подписи за проведение референдума о сохранении высшего образования на русском. Эту инициативу подала партия «Новое согласие» и там уже намерены оспорить решение в Верховном суде. Галина Солодовник продолжит. Суть инициативы — увеличить число языков, на которых можно учиться в Латвии. Сейчас можно использовать языки Евросоюза. К ним авторы инициативы предлагают добавить языки ООН — Организации Объединенных Наций, среди которых есть и русский. Инициативу подал Янис Кузин, представляющий партию «Новое согласие». Этот вопрос относится к высшему образованию. Если мы говорим, что какие-то частные ВУЗы хотят открыть какие-то группы на арабском языке или группы на русском языке или группы на китайском языке или на английском языке, то мы должны только это приветствовать, потому что это будет иностранный студент, который будет приносить доход бюджета в Латвии. В Центр избирком напомнили — законопроекты, которые подают для начала сбора подписей, должны быть разработаны в соответствии с правилами Кабинета министров, Сейма и юридически правильно оформлены. И перед тем, как принять решение по этому вопросу, ЦИК запросила заключение от Министерств образования и юстиции, а также от Бюро омбудсмена. Там признали, что предложение Кузина недостаточно проработано и не соответствует Сатверсме. Здесь главное возражение по содержанию. Сатверсме говорит, что латышский язык у нас в приоритете. Это ядро, вокруг которого мы создаем свою нацию и государство. И законопроект, который разрешает обучение на других языках ООН, снижает значение латышского языка. И это противоречит Сатверсме. Это один аргумент. Второй аргумент — законопроект не согласовывается с другими законами. В ЦИКе единогласно проголосовали отказать в регистрации инициативы. Пусть тогда оценивает Верховный суд. Потому что там хотя бы, я надеюсь, на какую-то юридическую оценку, не просто какое-то политическое решение. Если уже преамбула говорить, что только латышский, тогда уже и нынешняя редакция закона образования не соответствует этой преамбуле. Потому что там написано языки Европейского союза. И тогда получается, что и, может быть, наше нахождение в Европейском союзе не соответствует преамбуле. Полный текст решения ЦИКа будет доступен 8 января. Обжаловать его можно в течение месяца. Галина Солодовник, Ингус Грауденеш, Латвийское телевидение.